Продавать мечты. Вот что действительно нужно. Когда мы пытаемся продать тот или иной продукт, неважно, это наш продукт, это чей-то продукт, либо мы даже сами себя продвигаем работодателю, либо противоположному полу. Это в любом случае продажа. Так вот здесь очень важно понять два элемента. Многие как раз этого не понимают, и я когда это не понимал, и из-за этого мы не можем нормально продавать свои продукты. Так вот первый элемент это продажа мечты. То есть мы представляем, рисуем в голове у нашего потенциального клиента некую мечту. Например, девушка хочет похудеть. Вот это ее мечта. Это первый момент, и мы должны как раз-таки создать в голове этого человека, потенциального клиента, вот эту мечту, нарисовать ее. Это первое. Второе. Это вероятность ее достижения, этой мечты. Потому что это неочевидный момент. Очень многие упускают из виду его. То есть вот эта вероятность. Когда мы пытаемся играть ценой, мы думаем, что наш продукт не продается, потому что там цена не такая, клиент хочет скидку и так далее. Но цена здесь играет второстепенную роль. А вот первичную роль играет как раз-таки вероятность достижения этой искомой цели. Объясню чуть подробнее, потому что это тоже не очевидно. Я сам когда-то не мог это понять сходу. Вот мы предлагаем человеку продукт. И он там по цене сравнивает с кем-то, да. Но есть еще такая вещь, как вероятность достижения. Нужно вложить еще какие-то ресурсы, не только денежные. То есть когда человек покупает, он смотрит не только на цену. Цена для нас очевидна, да. То есть для продавца. Для покупателя есть еще элементы. Например, когда девушка хочет похудеть. Вот возьмем тот же самый пример. И она, например, обращается к фитнес-тренеру. Так вот фитнес-тренер там стоит определенную цену. Но чтобы достичь вот той мечты, о которой мы говорили в начале, этой девушке придется не только заплатить этому фитнес-тренеру, но еще и потратить свое время, придя в зал, да, потратить свою энергию, силы свои потратить. И также отказаться от ряда повседневных вещей, в том числе и еды, да. То есть продуктов питания, которые придется менять свой образ жизни, свой образ сна, к которому она привыкла. То есть образ питания. И вот эти все элементы, они играют наиболее важную роль больше, чем цена. То есть если мы нарисовали эту картинку в голове человека, нужно еще и подставить вот второй момент. То есть реально вероятность достижения, при том, что человек должен выполнить определенный набор вещей. Если мы уберем вот этот острый момент, скажем так, да, когда человек не хочет идти в фитнес-клуб, либо ваш продукт покупать, то нужно ему доказать, что это будет легко. То есть это будет не так сложно, как он себе это представляет. Когда мы эти два элемента совмещаем, мечта и вероятность ее достижения, то продажа идет намного легче.